Вот хочу поработать немножко и рассказать вам одну историю. Она у меня так зашла, я не знаю, может вам зайдет. Знаете, когда-то говорил Александр Сергеевич Пушкин, вот такую про, ну, то, что не осуждать, после у нас великий есть молитва Ефремия Сирина, которая звучит, ну, приблизительно так. Отцы пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем взлететь в область заочная, чтоб укреплять Его средольный бурь и битв, служили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умыляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомою силою. Владыко дней моих, дух праздности унылый, любоначалья, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть, мои, о Боже, прегрешения, да, брат мой, от меня не примет осуждение, и дух смирения, терпения, любви, и целомудрия во мне, и в сердце уживи. Это в 1836 году Александр Сергеевич Пушкин ну, как бы перефразировал нашу священническую молитву, но она передает то, что нам не надо никого осуждать, надо работать и смотреть за собой, то, что мы как живем, и осуждаем, и что мы делаем, и что, какой пример людям подаем. Ну что ж, никого не осуждать, да, но все равно мне хочется как-то вам передать, вот эту, вот эту, что мне сегодня сейчас на душе, да, вот я попросил вот там человека, который мне рассказал эту историю, чтобы, ну, иметь право вам переказать, и она мне любезно разрешила, теперь я вам ее расскажу, и вам будет это очень интересно, это мне, да, женщина сказала. То есть, знаете, кто-то поставил, это когда-то такие иконы были, или это фотографии какого-то, какой-то княжны, или, не знаю, но очень интересно. Значит, смотрите, я немножко поработал, теперь я хочу вам рассказать одну историю, она меня так поразила, как я говорил, и я попросил разрешения, чтобы переказать вам. В общем, смотрите, как оно получается, как слово вот может действовать на нас. Вот одна девушка, ну, работает по уходу там за бабушкой, вот, и живет в городе, в многоэтажном доме. И однажды она пошла с бабушкой погулять, вот, возвращается домой, на лестничной площадке стоит какая-то женщина, и эта женщина, она начала очень кричать, и там матюкаться, обзывать и проклинать. А предыстория это была такая, что все работники, они работают в городах и днем, и ночью, они хотят завершить объект, вот, и не смотрят на то, что, может, кто-то отдыхает, может, как-то кому-то там не положено, ну, там, в этот период работать. Я был в Германии, приехал, когда, то там, ну, постирать надо было одежду, вот, с дороги, и они достали книгу, вот так, раскрыли перед ним, и говорят, так, вот сейчас, сейчас нет, сейчас нет, а вот этот период времени можно, там, из 7 вечера до 21, а потом уже нельзя, просто даже стиральную машину включить в своем доме. А тут получается, что ребята работали перфораторами, долбили стенки, там, ремонт, евро, или как это называется, и очень шумели. А жильцы, в которых там дети, в которых еще кто-то, который просто с работы пришел поспать, а может просто поспать, так они начали в батарее стучать, кто с города это понимает, это переклично батарейные, да, что стучат, ну, то есть мешают, что прекратите, товарищ, прекратите, но они прекращают. И эта женщина взяла себе на носок, как говорят, и она подумала, что это девушка стучала по батарее, не выяснил, но пришла, вот просто начала вот ее грузить, вот так психологически. Это ты, я тебя там проклинаю, я тебе еще что-то. И эта девушка, ну, вот думала, как поступить, как ей вот в этой ситуации, ситуацию эту разрулить, вот просто развернуться и пойти, или же дать ответку, или проигнорировать, или не вступать с ней ни в какой диалог, но она потом не выдержала. В нее начало подниматься артериальное давление, учащаться пульс, и она начала говорить ей в ответ. Ну, видать, та была немного или сильнее чего, или, ну, она так приняла, что ее два дня колотило, вот это, этих слов, ее трусило, она не смогла, ну, ничего себе сделает. И говорит, я что-то вот чувствую, что мне как-то оно не то. Вот я понимаю, что все проклены, это пустое, это пустое, Бог сильнее всех. Ну, она чего-то испугалась, что заставило ее волноваться, если она знает, что, ну, не навредит. А вот что-то есть такая, какая-то сила, которая вселяется, и она уже живет не в голове, а живет вокруг тебя, вокруг твоей головы. Ты не можешь уже не кушать, ты не можешь уже не спать, ты не можешь ничего думать, только вот про это. Кто тебе что сказал? Я понимаю, что есть, ну, тренировки, тренинги по стрессоустойчивости, но не все могут этим методами пользоваться. Некоторые принимают вот за чистую монету, если их там прокляли, они все, это все беда, это все как-то надо уже где-то, куда-то что-то делать, как-то с этого выходить. И вот, вы понимаете, вот на губах вот такое есть, да, вот как, ну, трескает там губа или что там, губа от роскоши, да, или от мечтаний трескает, да, губа не треснет, но есть еще губа трескает от, ну, какая-то болезнь такая, как она называется, что, ну, психическая, невротик, или как, в общем, как-то так, что герпес, по-моему, да, это что же, нервозное такое, от понервничали, и оно начинает там выскакивать, да, а это что? Это иммунитет нас, наш ослабевает, мы начинаем быть повержены всяческим таким поверьем, всяческим таким, ну, болезням, организм начинает не справляться, потому что он очень много сил отдает туда накормление и ликвидацию этого, ну, состояния. В древние времена и во времена, ну, язычества, там, в Римской, во времена Римской империи это говорили, это лярва поселилась. Что такое лярва? Это, ну, кокон мотылька, который вылетел, вот эта такая шелуха, с которой гусеница там сначала была, там она паутину себе запутала, запутала, а потом вылезла, и эта лярва, она остается, это, ну, такое пустое, ничего, это просто транслиция, ну, слов, translation, вот так лы по латыни, да, вот пишется, лярва, так это, вот это состояние, в котором ничего нету, но оно так вредит, что учащается пульс, и человек не может жить уже, оно как бы становится уже сущим таким, а это бесовское наваждение, его надо избавляться от него, ну, чем избавляться? А избавляться можно трудом, можно молитвою, но самое главное, знаете, что, Бог вот сильнее всех, Бог победит всех, и никто вам не навредит, если вы не будете бояться, а забоялся, значит, ты снял себя, какой-то, ну, замок снял, открыл двери, вот этот страх, он пускает, вот это все, в тебя, и ты начинаешь жить, а что мне теперь будет, а как мне от этого избавляться, а не бойся, и ничего не будет, так что, дорогие люди, в этом, в мире написано очень много книг, было очень, ситуаций разных, и было много цивилизаций, но у всех люди страдали, от других людей, вот как говорил, Ефрем Сирин, Господи, не дай мне попасть в осуждение, а люди, которые вас начинают пугать, они фактически вас осуждают, не разобрались, ты стучал, не ты стучал, а на тебя там не наговорили, и ты начинаешь защищаться, и никто не знает, как правильно поступить, промолчать, проигнорировать, или же в бой бросаться с кулаками, но я просто вам рекомендую, физически, не вступать, никакой контакты, лучше удалиться, лучше перекрестились, перекрестились сам, но не вздумайте кого-то крестить, нападник, ну, который нападает на вас, потому что он может воспринять, как открытую агрессию, и вы его перекрестили, он вам, в общем, может пощечину дать, или еще что-то, ну, тут такая ситуация, она сугубо индивидуальная, каждого, как говорится, свое, но бояться не надо, вот такая история, что человек начал волноваться волноваться из-за того, что кто-то ему что-то наговорил, проклял, зла пожелал, и человек начал чувствовать, что действительно что-то, что-то начинает влиять. У вас такого не было? А было.